Итак, сегодня у нас 21 урок, и мы продолжаем с вами изучать пути жизни великого учителя еврейского народа Робейну Ашера Роша. И на прошлом уроке мы начали учить одно его высказывание. «Всем сердцем полагайтесь на Творца и верьте в божественное провидение, действующее по отношению к каждому человеку. Тем самым вы укорените в себе веру в совершенное единство Творца и понимание того, что его взгляд охватывает всю Вселенную, и он видит все поступки людей, испытывает сердца и проникает в скрытые». И эта тема настолько актуальна для каждого человека. Но обычно за буднями, за будничными делами, заботами человек забывает про самое главное. Он забывает, кто его послал в этот мир, для чего его послали, как шпион, который забыл, что его послали с особенным заданием. А он действительно погружается в бизнес, занимается заработком. Пока на очередном у почтового ящика к нему не обращается посланник и говорит, «Майор Пронин, вы забыли, кто вас послал». Так, это шутки, конечно, но я хочу с вами поделиться, может быть, самым важным, что я выучил из урока, который преподал мне человек, с которым я был знаком, может быть, даже больше пятидесяти лет. Равин, Равгершин, Авраам, Берман. Вчера мы отмечали год после его ухода. Особенный человек. Парадоксальная судьба. Он один из первых в 70-х годах подал документы на выезд в Израиль. И для того, чтобы остудить других его, интеллектуала, поэта, писателя, литератора, посадили в уголовный лагерь. И парадоксы судьбы. После того, как во всем мире за него боролись, он приехал в Израиль. Здесь его ждала его невеста. В каком-то кибуце была у них хупа. А дальше события разворачивались удивительным образом. Известный диссидент, литератор Толя Якобсон начал приходить на первые уроки нашего учителя Равицка Казильбера, который 1972 года начал давать уроки по Торе в одном нерелигиозном районе Иерусалима, в Невоякове. И там у Зниксиона Гриша Берман получает квартиру. Так вот, как-то Толя Якобсон сказал, что он не может прийти на урок, и, может быть, он подойдет и извинится перед Равом, что он не приходит на урок. И Гриша Берман пришел на этот урок и встретил учителя на всю свою жизнь. Один из первых учеников что-то его задело. Этот урок не оставил его равновдушным. И после этого он пришел на второй урок, третий урок. Потом у него на голове появилась какая-то цветная кипа, потом черная кипа, потом шляпа. А последний период его жизни он уже ходил в Афраке, потому что он уже был равином. Бывший зэк из уголовного лагеря становится главным равином Сибири. В Новосибирске он дает уроки в самом городе, в Академгородке. Выпускает книги, удивительные книги, сказочные истории Рабнахмана, учения Гаона из Вильна. А последние годы, последние три года после клинической смерти, во время операции на сердце, последние три года, он пишет две книги. Одна из них – это недельные главы Торы, используя глубокое знание каббалистических источников, а другая книга – объяснение Мишны в трактате «Хагига». Сказано там, что «как человек приходит три раза в году, чтобы показаться перед Творцом, так смотрит на него с неба». Это божественное управление. Как происходит такое, что человек в Израиле после приезда, он в Иерусалимском университете писал диссертацию по поводу поэзии Мандельштама. Он в юности, кто не пишет стихи, но он был литератором, и он увлекался, несомненно, поэзией, знал всю мировую литературу. Как-то его позвали, это был, может быть, 71-й год, 72-й, позвали его на встречу с израильтянами, которые со швейцарскими паспортами приехали в Одессу и на квартире у одних отказников давали урок. Что ответил этот молодой литератор, поэт Гриша Берман? Там, где собирается больше двух людей, для меня это толпа, я туда не хожу. Как это происходит? Как происходит то чудо, которое мы знаем? Это в нашем поколении известно. Как-то Гаон Рабмойша Шапира, что память о праведнике была благословенна, он спросил у одного бальчува в Израиле, скажи, а как с тобой это произошло? Как ты вернулся сделать чуву? И он ответил после нескольких минут размышления, сказать правду, Раб, это чудо. И ответил ему Гаон Рабмойша Шапира, впервые слышу единственный верный ответ. Чудо нашего поколения. Чудо возвращения из этого страшного плена. Ведь мы все называемся Тинок Шинишба, ребенок, который был и вырос в плену у чужого народа. Как-то Раб Берман мне рассказывал, что после приезда в Израиль ему рассказал один человек, что какой-то израильтянин сказал, сегодня у нас праздник, вечером наступает праздник. Праздник? Замечательно, купим водки, купим закуски, отметим. То он сказал, ты не понял, сегодня вечером начинается праздник Йом-Кипур. Ну так что? А в этот день мы постимся. А, тогда будем поститься. Как мы похожи на этого человека, который сказал, что отметим водкой Йом-Кипур. А, поститься так поститься. Это наше знание. Так вот, как мы возвращаемся, как происходит вот это удивительное чудо в нашей жизни, что как Творец приводит нас в то место, в которое мы должны прийти. Я хочу процитировать вам из книги Гершина Бермана. Он издал книгу, которую написал в начале своей Чувы. И это книга прозы про его лагерную жизнь, как в лагере открылось ему это знание. И он говорит, я перейду к главной части моего рассказа. Я бы назвал эту повесть «Третья жизнь». На самом деле, действительно, третья жизнь. Одна была в России, другая в Израиле, а третья – та, о которой пойдет речь ниже. Что это такое? И он говорит, что человек живет в нескольких планах. Это один план. Это его физические жизни, жизнь его тела. Другое – это как бы его достижение духа. А третье – и вот это то, что он говорит. Главное в третьей жизни – это дверь. Дверь, за которую я должен попасть. Но все каким-то образом не попадаю. Ощущение при этом вовсе не негативное. Скорее наоборот. Я знаю, что за ней меня ждет что-то необыкновенное, важное для моей души. И даже если это сейчас не происходит, то в будущем несомненно произойдет. Может быть, я даже бывал за той, за этой небольшой, но выше моего роста дверью. Но все, что за ней ускользает из моего сознания, оставляет только неподдающийся описанию сладостный, как великолепная музыка, след. Физическое существование, интеллектуальное и духовное. И так он ищет вход в эту дверь. Он рассказывает, после того, как он сделал чуву, когда уже у него была на голове кипа, ермолка, он встретил своего второго учителя. И так он описывает. Он учился. Это Раф Бардаки. Какое-то поколение учеников Виленского Гаона. Он приводит из Талмуда отрывок, что когда вернулся сын одного Аморы, после, можно сказать, клинической смерти. И спросил его отец, что ты там видел? Он сказал, я видел перевернутый мир. Те, кто здесь наверху, там внизу. А те, кто здесь внизу, там наверху. Как-то супруга Рава Бермана ждала его в помещении Ешивы. И она спросила его, кто этот пожилой Равин, который спускался по лестнице. Это он и есть. Это мой Раф. Слушай, я у него видела какое-то сияние, как будто свет исходил из его головы. Я поднималась по лестнице. А он навстречу мне спускался сверху. Может быть, это какое-то особенное освещение от окна наверху. Да-да, сказал Гриша. Наверное, свет сверху так освещал его голову. И он описывает, как там, в несбыточном, именно несбыточном времени, когда он учился у Рав Бардаки, с этим была связана какая-то неизменная капля горечи. Сожаление о невозможности повторить, пройти куда-то, посетить что-то недоступное к сочетанию с этим миром. Подъем Духа на минуту, заглянувшего в иной, высший по сравнению с этим мир. Некая моя иная, непостижимая жизнь. Не подвластная моему существованию в этом мире. Он называет это светом иных миров. Детали того существования я помню смутно. Поэтому главное было это желание, это мое намерение и направление. В них заключалось смысл и суть всего, что со мной происходило. Сладость и радость с горчинкой невозможностей осуществления. Но как происходит такая удивительная вещь, что Творец случайно, конечно, посылает его, происходит встреча с учителем нашего поколения, с нашим учителем Рамом Ицкаком, праведником нашего поколения. Казалось бы, что он здесь делает в этом мире? Ведь он каждое мгновение только и думает, как исполнить волю Творца, отчего будет более приятно Творцу, нахатрух. И вот как-то один из первых журналов на русском языке о Торе начал издавать Раф Берман. И сначала была поддержка материальная, а потом она кончилась. И он пришел к Равыцкаку и спросил, как я могу, что мне нужно сделать, чтобы продолжать выпускать этот журнал? Его читают, передают из рук в руки. И Равыцкак сказал ему, тогда ему показалась удивительную вещь, возьми страницы этого журнала и на всех остановках автобуса Эгид в Иерусалиме расклеиваю, потому что было много русскоязычных евреев. Может, на остановке они почитают, что тысячи остановок Эгида идти, клеить. Тогда Раф Берману это показалось совершенно невозможным. А потом он очень переживал. Журнал закрылся. Он понял то, что сказал ему Равыцкак. Ключ к жизни самого Равыцкака. Ведь то, что написано в наших книгах, то, что учит нас наш учитель Рабимушейхайм Люцатов в Меселат и Шарим – Тхилато и Штадлют. Вначале нужно прикладывать все усилия, безграничные усилия, а в конце ты получаешь от Творца подарок. Это то, что он выучил из своего неудачного опыта. и так он жил. За три года до смерти у него была клиническая смерть. Он увидел своего отца. И отец сказал, тебе рано, тебе рано. Как это происходит? Как Творец, сказано в Талмуде, тот, кто хочет очиститься, его очищает. Это то, что он пишет в своей книге. Главное его устремление было очиститься. Но если я расскажу вам, в 90-е годы в нашем районе, в котором он жил 40 лет, в Нево-Якове организация Лев-Лахим открыла двери маленького, они сняли маленькую сарайчик. Там Раф Берман вместе со своей женой устраивал субботы для 30-40 новых эмигрантов и приближал их к Торе. Они вместе соблюдали заповеди Торы, от которых они были оторваны в стране победившего атеизма. Когда он приехал в Равином, в Новосибирск, а до него был там американский Равин, который назначил себя главным Равином Сибири, и он как бы стал по неволе. Этот бывший ЗК из уголовного лагеря стал Равином Сибири, главным Равином Сибири. Как радовались ему доктора наук, академики, когда он приезжал в Академ городок, городок, чтобы давать уроки Торы. Он интеллектуал, который знал мировую литературу, мировую философию. Он мог ясно объяснить им основы того, что он нашел в жизни. Как праведник, когда его провожали год тому назад, один человек, который говорил о нем, он сказал, что на самом деле мы должны были бы радоваться. Всегда, когда уходит праведник из мира, на небе радуется, а на земле плачет, потому что он исполнил свое назначение. Но как Творец дал ему это сделать? Как-то он пришел к Равицкаку и сказал, что какая-то есть большая проблема у одного человека, может пойти к каким-то большим раввинам, может быть к каким-то каббалистам. Равицкак сказал, ты же лагерник, ты же знаешь, что такое молитва, давай вместе помолимся. И они стали вместе молиться. И проблема решилась. Граф Берман, я хочу привести вам одно место из Вавилонского Талмуда, из трактата Звахим. Задается вопрос, когда сестра Муше Мирьям говорила недостойно о брате, сравнивая Муше Рабейну, который был самый великий пророк мира, с собой и с Аароном. И пробудился гнев на нее, и вот она покрыта язвой царат, то, что неправильно, но привычно переводят, как проказы. И Аарон просит Муше, помолись о ней, и он просит о ней, но если человек покрывается этой язвой царат, как бы проказой, его должны закрыть, а кто его закрывает? Только Коин задает вопрос Талмуд, какой же Коин мог ее закрыть? Сказано, Муше не мог ее закрыть, потому что он посторонний. Написано, Зар, он же такой же брат, а Аарон не может, потому что он близкий родственник. А здесь переводится мнение Раби Меера, что любые язвы осматривает Коин, кроме своих личных, а Раби Меер говорит, и кроме язв своих близких. Так Аарон не может, потому что он близкий, а Муше, потому что он посторонний. Какой же он посторонний? Во-первых, он тоже брат. Почему посторонний? Потому что приводит Талмуд строчку только Аарон и его сыновья. Ну, ведь и на самом деле семь дней, когда первосвященником был Муше Рабейну, есть в Талмуде спор, он остался Коином или нет? Так если остался Коином, так он не подходит, потому что он близкий. Почему же здесь посторонний? Потому что впрямую сказано только Аарон и его сыновья. И тут Талмуд говорит мне удивительную вещь. Великий почет оказал творец Мирьям в тот час. Я Коин, я ее закрою, я ее отправлю, и я ее как бы разрешу ей вернуться. И здесь как бы мы можем задать вопрос. Если Муше, он посторонний, Зар, ну как бы чужой, он не может. из-за того, что сказано только Аарон и его сыновья, то как же может быть Коином сам Творец? Удивительная вещь, ведь он не Аарон и не его сыновья. И мне это было очень трудно, пока один мой старый знакомый мне не объяснил, что на самом деле это имеет отношение ко всем людям, кроме Аарона и его сыновей. А к Творцу это не имеет отношения. Тогда я задаю следующий вопрос, что это значит, что Творец Коин здесь в рамках только Коин, Аарон и его сыновья могут осматривать и решить по поводу язв царат, что они нечисты или чисты, и они же должны разрешить вернуться в стан тому, кто был нечист. Как же Творец называется Коин? И здесь приходит ответ, что Коин, который приносит жертвы в храме, он этим сказано у Рава Цадока Коина из Люблина, что огонь, который горел на жертвеннике, и где сжигались жертвы, где сжигались жиры, куда обрызгали кровью жертв, на самом деле этот огонь, он сжигал огонь суда, который спускается в мир, мера суда Творца, то есть этот огонь, он пробуждал милосердие на небе, он, этот огонь, это принесение жертв, он соединял землю с небом, и это работа Коина, наш братец Авраам называется Коин Годоль, он был первый, который распространил знания о Творце в мире, тогда как же мы можем назвать Творца Коином, он Коин, потому что он свою шхену, свое присутствие спускает в мир, когда мир этого достоин, праведник, он дает возможность, что в мире проявился Творец, и это удивительная вещь, мы говорим про полагание, упование на Творца, что все то, что происходит с человеком, это происходит только у Творца, а в чем же главный наш выбор? Выбрать, желать исполнить волю Творца, и об этом написано в Мишне от имени Раби Акивы в трактате Йома. Говорит Раби Акива, счастлив ты, народ Израиля, перед кем вы очищаетесь, и кто очищает вас? Отец ваш, который на небе. Как сказано у пророка Ихискеля в 36 главе, везарактим алейхем маим теорим витягартим, и я побрызгаю на вас очищающей водой, и вы очиститесь. Но зачем же приводится еще одна строчка, уже из пророка Ермияу, вайомер, миква Исраэль, миква ритуальный бассейн, в котором очищаются нечистые, ма миква метаерет атмиим, так же, как миква очищает нечистых, а в кадош баруху метаерет Исраэль, так творец очищает Израиль. А на самом деле, кто-то учил трактатный гаим Седора Таарот, он знает, что тот, у кого была язва, царат, и он находился вне трех станов Израиля, за городом, за стенами города, и коим выходит к нему и увидит, что язва прошла, он брызжет на него семь раз, только избревает он все волосы, и после этого он может окунуться в микву. Наше поколение, которое возвращается из нечистоты, из плена Исава, куда мы идем, и к кому мы приходим на уроке, который передал нам Раф Берман, мы учим, как Творец нас очищает, как мы делаем свои шаги. Казалось бы, мы попадаем в очередной тупик, ведь Раф Берман после трех лет уголовного лагеря в Советском Союзе, попав в Израиль во время Первой Ливанской войны 73-го года, нет, извините, 83-го, 82-го, 83-го года, он в Ливане, и там его контузит, и все время этот шум раздавался в его ушах, он был инвалид армии Израиля. И вот эти его шаги по поиску этого, этой третьей жизни, жизни Духа, как Творец случайно его посылает на урок его первого учителя Равина, Равицка-Казильбера, потом открывает ему ступеньки в Ешиву, где он учится у ученика, учеников, Гаона из Вильна. Дальше он сам становится учителем еврейского народа. Там во время последних прощальных слов один из тех, кто говорил о Рав Бермане, он сказал, если бы сейчас сюда пришли все те, на кого оказал влияние Рав, Равин, Гриша, Рав, Гершин, Авраам, Берман, то на много километров вокруг этого места, где мы говорим прощальные речи, не было бы вообще места. На много километров это бы было забито людьми. Кого он послал в Ешиву, кого он поддержал добрым словом, кому он открыл первые слова Талмуда, первые слова Пятикнижи. как творец из вчерашнего зэка, заключенного в уголовном лагере, делает одного, делает одним из великих праведников еврейского народа. Главный Равин Сибири, он стеснялся этого названия, но это урок. Те, кто здесь были внизу, там, на небе, а не наверху. Один из Равинов, который говорил в конце седьмого дня, когда мы собрались, чтобы вспомнить о Равгершине, он сказал, человек, который писал такие книги, он сидел на уроке, как простой ученик. Это то, что он выучил от Рависка Казильбера. Когда в Ешиве Турат Хаим сказали, зовут телефону Ицкака. Кто побежал? Побежал наш учитель Равискак Зильбер. А кого же еще зовут? Я Ицкак. Вы понимаете, человек, который принимает на себя власть Творца, понимает, что он здесь только посланник Творца, чтобы проложить свою личную тропинку к Творцу? Как она петляет? Сколько тупиков она проходит, чтобы прийти на эту вершину? Мы провожали нашего друга, нашего учителя. На памятнике было написано, который служил Творцу и многих приблизил к служению, чтобы память о праведнике была благословена. Творца, . Продолжение следует... Продолжение следует...